Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В 22 раза больше здоровья и удачи медики Ханты-Мансийской ОКБ записали поздравления для югорчан. Специальные площадки для салюта и дежурные бригады медиков. Расскажем, как экстренные службы готовятся к длительным праздникам. Там вкусно кормят и катают на оленях. Чумовая улица работает в Ханты-Мансийске. И обо всем подробнее прямо сейчас. Новогодняя ночь в Югре будет снежной и морозной. Об этом сообщает окружной гидрометцентр. Так, по прогнозам синоптиков, днем 31 декабря в регионе будет до минус 17 по Цельсию. В восточных районах холоднее, до 27 ниже нуля. Пройдет небольшой снег. Ветер будет южным, до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать до 24 градусов мороза. При прояснениях на востоке может похолодать до минус 34. При этом 1 января погода наладится. Хирург-звездочет, реаниматолог-пират, а старшая медсестра-снегурочка. Такие метаморфозы могут случиться только в Новый год. Волшебники в белых халатах из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска поздравили югорчан с праздниками. Примерив образы сказочных персонажей. Заместитель главного врача ОКБ Денис Никитин по совместительству Дед Мороз пожелал жителям округа в 2022 году в 22 раза больше здоровья, в 22 раза больше счастья и в 22 раза меньше неудач. А Елена Кутьефа, главный врач больницы, стала на время снежной королевой, но, конечно же, доброй. Я лучший диагност во вселенной. Я вижу все ваши кости, органы, внутренности, мысли. И далеко не все из них хорошего качества. Поэтому в канун Нового года у меня для вас подарок. От меня, Кощея Бессмертного. И это эликсир, сюрприз-сюрприз, бессмертие. Он состоит из трех простых компонентов. Первое – сон. Второе – правильное питание. Третье – гимнастика. Я капитан счастливой лодки, и я беру вас на борт. Мы отправляемся в увлекательное путешествие. Нас ожидают новые встречи, яркие моменты и различные приключения. И пусть рядом будут все самые близкие. Только тогда наши мечты сбудутся. Лучшего Нового года всем! Не новогоднее чудо, а современные технологии. Медучреждения Югры продолжают комплектовать современным оборудованием. К примеру, в Сургуте в этом году появился томограф нового поколения, а в Нижневартовске – универсальный эндоскопический комплект. С его помощью отоларингологи не только проводят высококлассную диагностику, но и выполняют операции. Также новым приобретением может похвастаться окружной лечебно-реабилитационный центр Ханты-Мансийска. Сюда поступила роботизированная система Волк-Бот. Испытать ее на себе отважилась моя коллега Наталья Акст. Чудо-аппарат разработали в Корее. Он позволяет восстанавливать навыки ходьбы у взрослых пациентов, получивших двигательные нарушения вследствие неврологических заболеваний. Такие как периферический или церебральный паралич, рассеянный склероз, инсульт. Также с помощью умной системы можно восстанавливать здоровье людей после спинальной или черепно-мозговой травмы и эндопротезирования суставов. Рядом со мной Дмитрий Шариков, заведующий отделением нейрореабилитации. Дмитрий Леонидович, чем так уникален этот аппарат? Действие функционирования данного оборудования основано на биологической обратной связи с функцией виртуальной реальности. То есть в процессе занятий пациент может сам оценивать состояние своих двигательных возможностей. Аппарат под каждого пациента подстраивается индивидуально. Инструктор по лечебной физкультуре замеряет длину бедра, голени и стопы. Данные вносят в систему управления, и робот автоматически настраивает длину механических ног. А сколько может вообще вот это вот крепление удерживать вес? Я просто боюсь, не упаду ли я. До 135 килограмм. Ух, слава богу, я вешу меньше. Сейчас я вас утяну. О! Затем на тазобедренной, коленной и голеностопной суставы крепятся роботизированные ортезы, а тело человека приподнимается вверх. Робот за меня шагает просто. Представляете? Странное ощущение. Минимальный интервал шага – один сантиметр, а минимальная скорость, с которой можно ходить по беговой дорожке – 100 метров в час. Во время ходьбы скучать пациенту точно не придется. Перед глазами установлен жидкокристаллический дисплей. Здесь можно отследить, насколько успешно проходит тренировка. Для стимуляции используются игры. А вы ничего не делаете, а он просто идет? Понятно. То есть вот я сейчас напрягаю свои ноги, и вот реально он начинает взлетать. Вот видите, как высоко. То есть, собственно, это и есть мотивация пациента. Он проходит компьютерную игру, собирает монеты, а в это время его организм учится заново ходить. В реабилитационном центре ежедневно смогут восстанавливать навыки ходьбы до пяти пациентов. Курс у каждого индивидуальный, он может длиться от 10 дней до 3 недель. Сами занятия в среднем длятся 30 минут. Этого достаточно, чтобы укрепить мышечный корсет и более прочно встать на ноги. Наталья Акст, Федор Тюменцев, окружная телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск. Новогоднее настроение для медиков. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» передали детям сотрудников станции скорой помощи в Ханты-Мансийске сладкие подарки. В общей сложности больше сотни новогодних наборов. Партийцы поздравили медиков с наступающими праздниками и пожелали поменьше вызовов. Напомню, на станции работают врачи, водители и диспетчеры в режиме 24 на 7. За сутки специалисты выезжают на десятки вызовов. В самые сложные месяцы эта цифра переваливала за сотню. По словам сотрудников скорой, поддержка от югорчан помогает не опускать руки и работать с новыми силами. Поддержка важна, потому что, знаете же, коронавирус, пандемия затянулась и силы кончаются. Потому что, во-первых, и физические силы, но, наверное, еще и моральные, они уже заканчиваются. Тем более, что и растут дети у врачей, которые не стали больше видеть своих родителей. И поэтому мы сегодня решили... Вот вы слышите, да? Уже пошел вызов. В 21-м году, в октябре, мы достигали в отдельные дни такого пика вызовов. Ну, фактически все были задействованы, все силы. Чуть-чуть еще оставалось. Если бы дальше рост продолжился, то проблемы могли бы быть. Но мы выстояли. Сейчас идет снижение вызовов. О других новостях, которые обсуждают в интернете, в нашей рубрике Югра.ру. В Югре всех заболевших ОРВИ и пневмонии предложили тестировать на коронавирус. Главный санитарный врач округа, руководитель Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева, озвучила такое предложение на региональном оперштабе. На данный момент охват тестирования населения составляет 289,5 на 100 тысяч населения. По словам главного санитарного врача Югры, массовое тестирование поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции в трудовых коллективах во время праздничных и постпраздничных дней. В Югре поздравили одиноких пенсионеров с Новым годом. В рамках недели добра и акции «Новогоднее чудо» в югорской столице представители регионального департамента общественных и внешних связей поздравили постояльцев отделения специального дома для одиноких престарелых. «Новогодняя неделя добра» посвящена теме социального волонтерства. Ранее представители коллектива поздравили постояльцев дома-интерната «Уют» в поселке Шапша. В Югре акция «Новогоднее чудо» продлится до 31 декабря. Нутрициолог Анастасия Дубицкая рассказала интернет-газете «Сургутская трибуна», как пережить новогодние праздники и не навредить здоровью. Специалист посоветовала заменить вредные продукты более полезными. Например, вместо колбасы или майонеза использовать куриную грудку и растительный майонез из авокадо. Выпить один-два стакана горячей воды за полчаса до праздничного пиршества. Не переедать, но и не голодать сутки перед новогодней ночью. Помимо этого, нутрициолог рекомендовала заменить алкоголь безалкогольными напитками и больше двигаться. В некоторых городах Югры в первые часы Нового года запланированы праздничные салюты. В Нижневартовске по традиции залпы будут запускаться с набережной Аби. Здесь же, возле Стеллы, посвященной городу, и на Комсомольском озере отведены две площадки для самостоятельного запуска фейерверков. Они соответствуют всем стандартам, и на них можно использовать даже самые мощные салюты, которые относятся к третьему классу пожарной опасности. Представители Госпожнадзора напоминают, что использовать подобную пиротехнику в других местах, например, во дворах домов, нежелательно. Там можно сжечь бенгальские огни и легкие петарды. В случае ЧП вся ответственность ляжет на любителей зимних огней. А штрафы немаленькие. От 2000 для частных лиц до 400 тысяч для юридических. В отдельных случаях может наступить уголовная ответственность. У нас было два года назад, когда пиротехническое изделие запускали в одном из дворов по улице Чапаева, насколько я помню, и фейерверочное изделие было наклонено в сторону дома. Окно балкона было открыто, фейерверочное изделие попало в балкон, горючий материал воспламенился, произошел пожар балкона и квартиры. Людей в этот момент дома не было. Последствия от таких действий очень плачевные. Тут уже вступает уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекших уничтожение имущества третьих лиц. В длинные новогодние выходные предаться беззаветному отдыху смогут далеко не все югорчане. Конечно, большинство весело встретит Новый год и проведет каникулы, восстанавливая душевные и физические силы после трудового года. Но часть жителей нашего округа останется все эти дни на трудовом, а то и на боевом посту. Речь идет о сотрудниках экстренных служб, это спасатели, правоохранители и, конечно, медики. О том, по какому графику они будут работать в праздничные дни, в следующем сюжете. В прошлые новогодние каникулы югорчане отметили, что называется с огоньком. 100 пожаров, из которых больше половины – это жилые дома и квартиры, двое спасенных из огня, 11 эвакуированных, один погибший. В этом году было решено сыграть на опережение. В округе объявлен особый противопожарный режим. В самое беззаботное время, с 27 декабря по 10 января, нельзя, например, ходить в лес на охоту или шашлыки. Впрочем, пожарные параллельно тоже приготовились, усилили караулы, участили визиты в дома с печками и в точки, где продают пиротехнику. «Надзор за продажей пиротехнических изделий продлится до 7 января. Это, как правило, тот временной период времени, в который максимально торговые точки насыщены этой продукцией. В целях, соответственно, соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемых к их реализации, торговли, конечно же, этому будет особое внимание уделяться». Для правоохранителей приоритет – мирные приятные праздники. То есть пьяного, который ведет себя прилично, могут и до дома подвезти, но это частности. За порядком будут следить внимательно. Наряды вне ведомственной охраны приблизят к местам проведения массовых гуляний. Кроме контроля, соблюдения масочного режима и других ограничительных мер, сотрудники ведомства будут обращать внимание на праздничные салюты. Вместе с сотрудниками МЧС они будут проверять точки продажи фейерверков, а также следить, чтобы их запускали в строго установленных для этого местах. К слову, за тем, что именно будут использовать в качестве салюта, в югорчане тоже присмотрят. «Очень редкий случай, когда нас используют, скажем так, оружие и светошумовые патроны. Это очень редко происходит. Когда мы выявляем такие факты, мы, конечно, составляем вот такого. Предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ в административных правонарушениях за стрельбу в неустановленном месте. То есть оружие охотничье, которое применяется для этого, может быть использовано только на охоте при наличии соответствующего разрешения». Не получится слишком попраздновать и у медиков. Если поликлиники еще позволят себе выходные, то стационары и приемные покои будут работать, как и скорая помощь. Каждые сутки на страже здоровья югорчан будут 156 бригад, 27 врачебных и 129 фельдшерских, в том числе 38 ковидных. Каждые 12 часов на дежурство будут заступать 27 врачей, 312 фельдшеров и 156 водителей. «На сегодняшний день все выездные бригады скорой медицинской помощи полностью оснащены в соответствии со стандартом оснащения, утвержденный в Министерстве здравоохранения РФ. На сегодняшний день мы готовы к работе в период новогодних праздников. Вместе с тем мы обращаемся к гражданам, соблюдать все ограничительные мероприятия, определенные на территории нашего региона». Хочется ли этим людям провести праздник на службе? Вероятно, сами они этим вопросом не задаются, работа такая. А вот у нас с вами есть возможность упростить жизнь экстренным службам. Всего-то надо вести себя безопасно. Павел Желтов, Юрий Гурьев, телерадиокомпания «Югра». Подарки югорчан дошли до детей непризнанной Донецкой Народной Республики. Напомню, на территории Югры и Тюменской области проходила акция «Подари чудо детям-2021». Югорчане собрали подарки для детей, проживающих на территориях, пострадавших от военного конфликта. Одной из них является Донбасс. Туда направили более полутора тысяч сладких подарков, наборов мягкие игрушки, одежду, канцелярские принадлежности, игровые наборы. Кроме того, в ДНР отправилась группа артистов из округа, которая подготовила для детей кукольный спектакль, интерактивные игры и поздравления от Деда Мороза Югры. За день добровольцы гуманитарного корпуса Югры посетили несколько населенных пунктов, в том числе зоны острого военного конфликта. Югры находятся за много тысяч, за четыре тысячи километров от вас. Там сейчас, дети, внимание, там сейчас минус 37. Даже Дед Мороз замерзает, представляете? Вот, да. Но там живут люди с очень теплым сердцем. Они провели акцию для детей Донбасса, находящихся на прифронтовых территориях. И собрали вот эти прекрасные игрушки, вам просили передать. Замечательные сладости. Поздравления с Новым годом! Несмотря на коронавирусные ограничения, в канун Нового года перед югорчанами встает вопрос, где провести праздничные каникулы. В Ханты-Мансийске в этом году ассортимент развлечений достаточно большой. Югорчан ждет фестиваль «Экстремальная зима», площадка «Новогодняя деревня», гастрономический конкурс «Попробуй Югру на вкус», соревнования банщиков и одна из главных достопримечательностей – Чумовая улица. В чем секрет сказочных чумов, разбирался наш корреспондент Михаил Кичигин. Чумовая улица уже несколько лет подряд радует жителей и гостей Ханты-Мансийска под Новый год. Одна из главных площадок новогодней столицы Сибири погружает своих посетителей в настоящую зимнюю сказку. Здесь можно провести время с друзьями и семьей, познакомиться с бытом коренных народов севера и зарядиться новогодним настроением. По сравнению с тем, что раньше было и сейчас, все предоставлено, все много, всего хорошего. Люди стараются для нас. Желаю всем бабушкам, дедушкам, со своими внуками, детьми всех вытащить на улицу обязательно в любую погоду, в любой мороз. Для гостей здесь есть несколько площадок для развлечений. Так, например, можно покататься на лыжах ручной работы, оседлать снегоход, попрыгать через нарты и пострелять из лука. А еще здесь установлены вот такие декорации, чтобы каждый мог почувствовать себя настоящим коренным северным жителем. Большую часть развлечений проводят на улице, поэтому в обязательном порядке надо тепло одеться. Однако замерзнуть гостям не дадут. В гостеприимных чумах отогреют национальными блюдами. Ухой, строганиной, саламатом и свежевыпеченным хлебом. На чумовой улице каждый найдет себе занятие по душе. И даже северные холода совсем не помеха, ведь всегда можно зайти, заказать себе чашечку вкуснейшей ухи из окуня и хорошенько отогреться. Для любителей менее активного отдыха – ремесленные чумы. Под чутким руководством куратора здесь можно самостоятельно соорудить национальных куколок, брусничек и морошек. Научат украшать бересту орнаментом. Такой сувенир можно забрать с собой и даже повесить на холодильник. А любителям пораскинуть мозгами предлагают решить головоломки народов Севера. Результат менее чем, наверное, за пять минут. Если получилось у меня, получится и у вас. Помимо северных чумов на территории археопарка расположилась киргизская юрта. Здесь также можно познакомиться с культурой наших южных гостей, выпить горячего чаю и попробовать национальные блюда. Из гостеприимной юрты без подарков не уходят. Без шапки пришел на чумовую улицу, ушел в шапки и с кнутом. Вот так. А еще здесь очень любят петь новогодние песни на родном языке. Это еще не все сюрпризы Чумовой улицы. Организаторы обещают в Новый год пригнать целую оленью упряжку. Прокатиться на санях смогут все желающие. Здесь же гости могут купить игорские дикоросы, оленину, рыбу и сувениры. Развлечения на площадках не бесплатные, однако все услуги можно оплатить с помощью пушкинской карты. Чумовая улица будет радовать игорчан до 6 января. Михаил Кичигин, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Еще сутки и завершит свое шествие по миру 2021 год. Сменится не только дата, но и символ. Вместо травоядного быка свое путешествие начнет полосатый хищник. Астрологи говорят, это время для активных и трудолюбивых людей. Именно в этот год самый подходящий для перемен. Но оставим гадание и предсказания астрологам. Журналистам телеканала «Югра» стало интересно, а сможет ли хищник жить в наших суровых условиях. Найти тигра в «Югре» оказалось не так-то просто, но все же мы нашли четырех представителей кошачьих. Как они себя чувствуют в «Югре», расскажет Евгений Неупокоев. Вот с такого рычания началось наше знакомство с Михаилом. Так зовут «Тигра». Проживает он на территории базы отдыха между Нефтьюганском и Сургутом. Владельцы решили завести хищников после того, как узнали, что в округе нет других зоопарков со столь экзотическими животными. Первая пара приехала в «Югру» четыре года назад. Привезли их еще котятами. И сотрудникам базы пришлось с бутылочки выкармливать животных. Но как только тигры подросли, перешли на мясную диету. И подходить к ним стало опасно. Наблюдать за тиграми – очень увлекательное занятие. Но делать это необходимо с безопасного расстояния. Специалисты говорят, они не терпят вмешательства в личное пространство. Поэтому напасть могут в любой момент. Для этого в зоопарке у хищников стоит двойной вольер. Одна решетка находится на расстоянии полутора метров от второй. Это все необходимо для того, чтобы в случае нападения тигр не достал лапы до посетителей. Еще бы! Некоторые эксперты считают, что удар лапой тигра куда опаснее, чем у царя зверей. Его сила равна полутора тоннам. Для сравнения, известный боксер-тяжеловес Майк Тайсон сделал свой самый сильный удар в 800 килограммов. Что же касается проживания в суровом климате, то тут проблем никаких нет. Хищники очень хорошо переносят низкие температуры и даже в минус 35 гуляют на улице. До минус 35 они ходят спокойно на улице гуляют. То есть когда уже начинается ближе к минус 40 и ниже, то есть чувствительно прям холониды, они заходят в свой дом. У каждого идет свой дом с отоплением, с теплом. То есть они заходят погреться. А так большую часть они всегда на улице гуляют. Что же касается содержания, то это самая затратная часть. Зимой тигр съедает до 25 килограммов мяса, летом минимум 10. Но, как говорят сотрудники зоопарка, в жаркий период хищники больше пьют. Поэтому нужно следить, чтобы у них постоянно была чистая вода. Это основной рацион пищи тигров. Но иногда они отдают предпочтение овощам. Допустим, тигра-самца зовут Михаилу. Ему нравится морковку бывает, любит немножко погрызть, так как получить витамины. То есть помимо этого мы с ветеринаром также в рацион добавляют определенные виды витаминов. Плюс они также летом стараемся предоставить какую-то зелень. И плюс они сами выбирают, какая им нравится. Любой посетитель может прийти, своими глазами увидеть, посмотреть, что животные не худые, не грязные. То есть они все сытые, все упитанные, у всех чистые. Опыт работы с хищниками у сотрудников зоопарка велик. Рядом с полосатыми кошками находятся и другие опасные животные – волки и медведи. Но ухаживать за ними намного проще. Тигр, хоть и не пугается морозов, очень своенравен. Поэтому-то астрологи о годе тигра говорят как о периоде перемен. О каком тигре конкретно говорили восточные ученые, символизируя им тот или иной год, сейчас сказать сложно. Но будем надеяться, что имели в виду они амурского тигра. Тем более ареал обитания хищника находится как на территории России, так и на землях Поднебесной. Всего в этом мини-зоопарке находятся четыре тигра. Двух здесь выкормили еще котятами, а еще двух привезли уже взрослыми. В планах руководства не просто содержать больших полосатых кошек, а добиться их размножения в нашем округе. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал Югра. Некоторые медики, пожарные, спасатели и полицейские 31 декабря будут дежурить и отмечать Новый год на рабочем месте. Для них это служебный долг. Большинство же югорчан планируют встречать 2022 год дома. Практически в каждой семье есть свои новогодние традиции и ритуалы. Мы решили спросить жителей округа о том, как они проведут 31 декабря. Украшаем свой дом, с детьми делаем всевозможные поделки своими руками. Новогодние традиции, как были в нашем детстве сейчас и также сейчас, мы их продолжаем. Мандарины, оливье обязательно, новогоднюю елку, украшения. На окнах еще стало модно гирлянды вешать, уже все повешено. Сидим за столом, провожаем старый год, как традиционно. Желаем друг другу здоровья, счастья, дарим подарки. 31-го с внучками, с дочкой, с зятем пойдем на горку, посмотрим, как люди веселятся и себе настроение поднимем. Следить за новостями телеканала Югра можно в Инстаграме и Вконтакте. У меня на этом пока все. Будьте счастливы и здоровы. С наступающим вас Новым годом!